В данный момент мы наблюдаем полное нарушение его прав, потому что в 3.30 ночи он вышел после 8-часового допроса, пробыл на свободе буквально часа, и по пути домой на него с отцом, по сути, было совершено нападение сотрудника ВМВД. Видеозаписи уже вышли, и очевиден здесь, конечно, политический заказ. Он сам говорил, что ему предлагали снять свою кандидатуру ради того, чтобы избежать проблем. Но я считаю, что, конечно, это крайняя мера политического давления, она власти совсем не красит. И бешкекчане понимают, что этот пример полностью выдуман с подкупом, потому что подкупа не было. Даже эти проводки, денежные средства, упомянутые в якобы видеозаписи, они есть на сайте Талат Кергов Кейджи. Они есть и значатся на имени Назар Ниязов, прозвучавший там. Это зарплаты агитаторов, это никаким образом не подкуп. И, конечно же, я вижу, что бешкекчане понимают, что это просто открытое политическое давление. Конечно, на данный момент мы пытаемся выяснить, где находится Султан Беков, потому что к нему по сей час уже 5 часов, мы не знаем, что с ним происходит, мы уже 5 часов не можем к нему завести адвоката. А это по закону необходимо. Он имеет на это право. И вот 5 часов мы думаем, как это сделать. А с Назар Ниязовым не собираются встречаться по поводу снятия его с кандидатуры? Ну, это, как мы поняли, выдвинутая властями политическое требование. Пока на данный момент мы думаем о том, чтобы завести к нему адвоката. Спасибо.